У меня глаз не горит, у меня сил нет вставать по утрам. Хочу по-другому. За что ты себя наказываешь? У меня этот вопрос завис, как лампочка в голове, за то, что я не идеальна. Потому что все мечтают делать самую кайфовую часть работы и не делать больше ничего. И наконец-то меня услышали, наконец-то меня поняли. Наши родители, они были именно такими, какими должны быть специально для нас. Вот то, как ты про них говоришь, это тебя определяет тоже как человека и как ты относишься к себе. И именно когда вот эти процессы выстроены, происходит то самое ценность себя, уверенность, любовь к себе. Но если я помогу стать счастливее хотя бы одному человеку, то моя жизнь будет прожита не зря. Дорогие друзья, всем привет! Вы на канале Женщины, меня зовут Ольга Чебыкина. Обожаю моменты, когда мне предоставляется возможность и честь представлять для вас новых экспертов. Экспертов с таким наименованием, с такой должностью у нас еще не было. Я приветствую мою гостью Евгения Шорец, смысловик. Жень, привет! Ура, привет! Я хочу со мной себя похлопать, потому что я очень счастлива быть здесь. Внутренний ребенок такой, ай, прикольно, мы реально снимаем, реально все тут сидят. Вы все это видите? Да, да, да. Меня снимает камера. Давай сначала о вот этом наименовании, должности, смысловик. Ну, понятно, что от слова смысл, видимо, образовано. И понятно, что смыслы ты, видимо, ищешь, определяешь не только для себя, но и для других. Расскажи, пожалуйста. Начнем с того, что я больше 14, наверное, лет занималась сайтами, разработкой. Начиналось все с брендинга, так как я дизайнер по образованию официально, графический. Я начинала с логотипов, с фирменной стилей. Для того, чтобы создать графику и смыслы, смыслы зашить в логотип, я вытаскивала через вопросы из людей информацию, которые зашивала в знак в графику. Дальше у меня началась работа, одностраничные сайты, лендинги, потом перешли интернет-магазины, маркетинг продуктовой линейки, воронки продаж. И там приходилось перерабатывать, из клиентов вытаскивать большой объем информации. У меня был уже свой бизнес, диджитал-агентство свое, и мне по кайфу было поработать и вытащить из человека информацию, узнать вот всю внутрянку, как там, и разложить и вытащить вот эти все смыслы уже с точки зрения маркетинга, чтобы людям было прикольно это купить, чтобы вытащить самое главное, самое ценное, что вот в человеке я чувствую, не в его бизнесе. Супер акция, супер цены, интересные предложения, универсальные там какие-то ответы скучные, которые никак не зацепят. И я вот вытаскивала из людей смыслы, мне нравилась только вот эта часть. А потом, когда начиналась вот эта бизнесовая работа, документы, документообороты, разработка, общение с программистами. У меня не хотелось. Ну, ё-моё. И вот у меня постепенно вот так отваливалось, отваливалось то, что я делать не хочу. Я дизайн перестала делать, я сама раньше логотипы и дизайн сайтов рисовала даже. Потом я рисовала прототипы сайтов, сама делала это все тоже структурно. Еще у меня был опыт работы вообще аниматором компьютерной графики. Я в компании работала, мобильные игрушки. И мне нравилось вытаскивать смыслы. Я попробовала предпринимательство, с командой дошли до чеков уже там 20-30 миллионов за проект. А мне только там 26 лет. А что теперь делать? Бизнес? А я не хочу уже бизнес. Еще один бизнес какой-то мне... Да. Ну, ты уже попробовала, получилось, это понятно, как в это играть. И это не очень интересно стало, да? Было вот непросто понять, что мне нравится только вот эта часть, посидеть и покопаться, что там внутри. То, что впоследствии перешло в работу с мышлением, с головой и вот с внутрянкой всей структурой человека, это тоже все про смыслы. И вот изначально все про бизнес, смыслы, потом про мышление. И поэтому, ну как еще назвать, смысловик, сама себя обозвала, самозванка, здравствуйте ко всем. Как бы не боюсь этого слова, ничего в нем страшного нет, кроме чувств, которые бывают у многих, вызывают, типа, самозванец, самозванец. Ну, ну, поменяй интонацию, самозванец. Жень, великолепно. Вот этот пример я хочу сакцентировать сейчас для наших зрителей, потому что очень часто мы все попадаем в ловушку, когда смотрим на каких-то людей, на которых нам приятно смотреть, они уже достигли определенных высот. Вот, неважно, будь то бизнес, будь то психология, консультирование по какому-то другому вопросу. И ты смотришь, и ты только видишь вершину айсберга вот этого успеха. Что там было до, и сколько было нелюбимой работы, странных каких-то занятий. Вот как ты рассказываешь, мне нравилось делать эту часть, но ты много лет делала еще те звенья, те этапы, которые не очень приятны. И потом только наращивать эту массу оборота денег в бизнесе, участь делегировать, участь управлять процессами, разводить вот эти цепочки, ты отсеял от себя все лишнее, появилась команда, которая отхватила вот это все, и осталась только вот самая смачная. Потому что все мечтают вот это делать самую кайфовую часть работы и не делать больше ничего. Ну это годы, годы проходят, и вы видите людей, которые вам что-то пытаются продать или просто себя так позиционируют уже из этой точки. Имейте в виду, что там вот гигантская просто предыстория. Ты несколько раз употребила слово вытаскивать, вытягивать. Правильно ли я понимаю, что эта вещь совершенно неочевидная? И почему нам нужны другие для помощи, чтобы понять свой собственный смысл? В том-то и дело, что именно большинству людей глубоко себя никто не копает, из себя не ценят. И вот мы все живем в травмах, установках, блоках, и мы не видим истинной глубокой ценности себя. И нам удобнее гораздо, чтобы кто-то объективно на тебя посмотрел, чтобы ты почувствовал отклик оттуда, что да, это так, тебя сейчас правильно понимают, правильно услышали, правильно поняли. Если просто там с тем же дизайнером, стилистом пообщаться, который одевает человека, он поверхностно тебя оденет так, что тебе не понравится, он тебя не услышал и не был понят. А если ты как можно больше вытаскиваешь с людей информацией, то там ты доходишь прям до ядра, вот даже бывает слово подходящее. У каждого человека есть свое какое-то внутреннее самое глубокое слово, что вот он про это. И у меня было больше тысячи разборов людей, никто не повторился в своей вот этой глубинной ценности. И вот когда вот доходишь до глубинной ценности, и там внутри, кто-то внутри такой, меня услышали, меня поняли, наконец-то, вот кто-то это вслух сказал, да, это там не я сейчас сказал, но я всегда это чувствовала, я всегда это знала, там всегда вот это происходит. Наконец-то нашлось название точное. Нашлось название, и наконец-то меня услышали, наконец-то меня поняли, и наконец-то кто-то это сказал вслух, а я это и так знал. Ведь это известный психологический такой ход, что люди очень любят на слух, если у них все нормально и нет травмы по этому поводу, свое имя. И я думаю, что вот этот следующий шаг дарю психологам, значит, это открытие, которое я, кажется, сформулировала только что. И у меня был такой период, когда я перестала называть себя журналистом, когда я всем говорила, что я интервьюер. Для меня это принципиально важно. Да, это жанр журналистики, но именно так я себя чувствую. Это и есть моя основная работа, это и есть то, что я бесконечно прокачиваю, пестую, и то, что является моей главной публичной и непубличной ролью – интервьюер. И когда меня стали так называть, я почувствовала гораздо больше уверенности, знаешь, как мышцы как будто бы кровью налились. Поэтому я уверена, что вам приятно слышать свое имя, так как вы любите, чтобы его произносили, и вам приятно будет слышать то, как вы сами себя глубинно определили. Жене приятно, когда ее называют смысловик, мне приятно, когда меня называют интервьюер. И когда вот это впечаталось в тебя через смысл, опять же, через слово, через обозначение, ты себя в этот мир встроила, в эту игру, как персонажа, который теперь интервьюер. И это вот самое вообще классное, что может быть, когда ты себя вот так выстраиваешь. Кто-то же даже имя не принимает свое. Очень часто тема менять в паспорте, там именно какое-то другое. Это вот первая твоя идентификация – это имя по праву рождения. Вторая идентификация – как ты себя обозначаешь в пространстве, в реальности, в обществе. У меня первые клиенты на разработку приложения со страницы в соцсети пришли, благодаря тому, что я просто написала там «диджитал агентство», занимаемся вот этим, этим. Просто обозначила себя в пространстве. И многие даже до этого пункта не доходят. Если каждый вот посидит, задумается, во что я люблю мыслями играть больше всего. Классный вопрос. Оставляем вам его для комментариев под этим видео. Напишите, пожалуйста, во что мыслями я больше всего люблю играть. Про это даже говорить приятно, что вот у меня есть игры профессиональные, я правда люблю играть. Я поняла, что я продуктолог хороший, я очень люблю придумать новые продукты. Вот я когда темы мастер-классов хотела новых делать, я думаю, ну напишу 3-5-7 на выбор. В итоге написала 13. И понимаю, что я себя просто физически остановила, там еще и счет, сколько всего можно. Я в это очень люблю играть. Понятно, что интервью это прямо классика. Я планирую, с кем еще, какие линейки интервью бесконечно. И есть у меня такие опосредованно связанные с профессией. Я люблю подбирать ткани, придумывать модели, шить для себя. Мы об этом с тобой за кадром как раз говорили. Это тоже моя игра. Как моя подруга Рада, архитектор Самодур, я модельер Самодур. Для самой себя, в общем, и самые неадекватные вещи, пожалуйста, вперед. Напишите, во что вы любите играть мыслями. Жень, вот когда люди начинают разбираться с собой, со своими смыслами, со своими задачами, целями, мечтами, травмами, неважно. Обычно идет все по одинаковой схеме. Сначала детство и родители. Так ли в случае поиска смыслов происходит, что там с родительской тематикой, или это вне зоны твоего внимания? Сколько бы раз я не пыталась убежать от темы родителей. Есть работа с установками, есть работа с концепцией твоего восприятия реальности через травмы какие-то. И все это чаще всего было в детстве, где мы себя формировали. Начиная от рождения, начиная даже от утробы, даже там вытаскивали мы информацию, которая там лежит, а ты тут ее не понимаешь, не помнишь. Но оттуда все ответы можно доставать. 100% это первое, к чему мы возвращаемся. И когда мне говорят о том, что да, у меня все нормально с родителями, мы общаемся. А как нормально? Звоню там раз в неделю и рассказываю, как дела, и видно, что реакции эмоциональные на родителей никакой. У человека не горит глаз, теплоты нет, любви нет. А когда у нас вот эти условно, как внутренние потоки любви в обе стороны к родителям не починены, и когда для нас это как чужой человек, который нам когда-то дал жизнь, и мы о нем вот так говорим, а это два самых главных человека первых в твоей жизни, даже если ты там их никогда не видел и не помнишь, вот то, как ты про них говоришь, из какой энергии ты о них говоришь, это тебя определяет тоже как человека и как ты относишься к себе. Потому что если ты не умеешь дарить любовь, восхищаться родителями своими, ты не можешь потом в свой адрес это развернуть на себя. И если не восхищаешься мамой и папой, значит, кто тобой будет восхищаться, если вот первыми людьми в своей жизни ты к ним так относишься с холодностью, позвоню потом, когда-нибудь в следующей жизни. Как у тебя было в семье? Все равно я чувствую вот в том, как ты рассказываешь, что это какие-то внутренние личные тоже проработки. Наверное, смысловик не может работать с чужими смыслами, пока не разберется со своими. После вот работы со смыслами с точки зрения там для бизнеса, у меня впервые случилась самопроработка. Я просто сходила на прием к психологу впервые и ушла оттуда с единственным вопросом – за что ты себя наказываешь? Меня тогда спросили. И вот именно работа над собой, вытаскивание вопросов через себя началось с этого. У меня этот вопрос завис, как лампочка в голове. И я приехала домой, как сейчас помню, стою, смотрю в зеркало, за что я себя наказываю? Мне приходят за то, что я не идеальная, за то, что я не могу вот так-то, так-то, так-то делать, и потом у меня автоматом следующий вопрос – а с чего ты решила, что должна быть идеальной, кто тебе эту мысль в голову подсадил? И там начинает приходить сразу тоже следом информация, как отмотка, вот моя жизнь как на киноленте. И вот у меня в голове, что вот где-то лет 12 примерно я иду со школы счастлива и довольна, что я получила по математике четверку, мне тяжело давалась математика, я не понимала учительницу, я сама, помню, ночью вызубрила, то есть я вложилась туда на 100%. Я вот прям… Ой, ты говоришь, у меня мурашки. Я была там на 100% во внимании сделать это на четверку, чтобы у меня вышло четверть на четыре, и вот я тогда молодец для родителей буду, мы же вот все стараемся заслужить вот эту любовь, внимание. И я помню, я прям шла домой в припрыжку, что я справилась, и вот восхищение собой, довольство собой, несравнение себя вот ни с кем. У меня не было вот в голове вот этой чеки на сравнение. И потом я домой прихожу, и ну что у меня папа спрашивает, что получила? Четыре! А он спросил, вот, а Настя, что? Не помню, пять, по-моему. А ты почему не пять? И у меня как мир, как внутренний, вот рухнул в голове и в мыслях, начинается, что кто-то круче меня, кто-то лучше меня, а я вот, значит, не идеальна. А я старалась на пределе возможностей. Я усилий столько туда вложила. Папа не оценил условно вот это касательно проработок, обесценивания себя. Это все идет тоже от родителей. Естественно, когда мне говорят, что у меня все вопросы закрыты, да там не к родителям вопросы закрыты, там к себе должны быть вопросы закрыты. Моя психика изначально была создана и настроена эту травму хапануть от него. А я запомнила, значит, мне нужно было через этот опыт пройти, это понять, чтобы потом людям помогать это все убирать, из них вычищать, чтобы лучше понимать себя. Наши родители, они были именно такими, какими должны быть специально для нас. Если я не ошибаюсь, то я так поняла, что ты с мамой прямо советовалась и спрашивала, не знаю, можно ли сказать, что это разрешение. Что ты будешь говорить о детстве, о своих впечатлениях. Да, и даже не сегодня перед интервью, а в самом начале, когда я только начинала заниматься тем, чтобы вести блог свой и контентом делиться, я понимала, что… Тебе придется рассказывать. Да, что благодаря папе моему, что он много что держал в себе, не говорил, и я видела, как в нем это копилось прям. И что он ни с кем этим не делился. Мне было это очень больно, и я смотря на это, я пошла в глобальную открытость и разрешение себе говорить свои личные истории. И я вот как внутренне согласилась, что если меня убьют, закидают тухлыми помидорами, вот я на все внутренне согласилась, но если я помогу стать счастливее хотя бы одному человеку, то моя жизнь будет прожита не зря. И я вот с этим договором с собой… Я ревела, наверное, часов шесть в этот день. Это как раз случилось после смерти отца, когда я вот так вот на все со стороны посмотрела, на жизнь, на жизнь родителей, на жизнь свою, и что я так больше не хочу продолжать в том же духе, как у меня было. Мне скучно, мне неинтересно дальше предпринимательство, у меня глаз не горит, сил нет вставать по утрам. Хочу по-другому, хочу вот как-то вообще не так, как другие. Пока не понимаю, как, очень страшно. Я как бы социофобом себя считала раньше, что мне тяжело с людьми было наладить контакт. И когда я договорилась с собой, я звоню потом маме и спрашиваю, мама, можно я буду рассказывать личные такие какие-то вещи, которые могут как-то задеть тебя, может тебе это как-то быть неприятно и не понравится, но я это делаю для того, чтобы только вот эта информация реально может помочь, когда лично рассказываешь. Когда мы все такие вот регалиями своими прикрылись, какие мы классные, потрясающие, какие у меня результаты. Вот это вот я молодец. Это все какое-то не настоящее, не живое. И именно вот эта информация помогает людям. Почему вот мы договорились тоже с вашей съемочной командой про разбор, то что только там видно, что я делаю. Это будет в следующем выпуске для вас. Мы возьмем опять героиню, кого-то из наших зрителей. У нас уже был такой опыт, и это было очень классно, когда эксперт-канал Дарья Милай проводила разбор. Мы также с нашим экспертом Евгением Теребениным планируем провести для вас выпуск-разбор. Женя сделает разбор. Мы хотим показывать, как жизнь людей в моменте правда меняется, потому что уже происходят такие осознания, которые невозможно забыть. В итоге мама поняла тебя, дала добро свое, сказала. Жень, говори. Да, мы проплакали с ней. Она меня услышала. Я почувствовала себя понятой в этом. Для нее тоже это непросто. Ей это тоже может быть где-то неприятно, но она согласна, дала добро, что она ждет интервью это наше. И отношения с мамой, наверное, не были никогда прям такими, что вот острыми, с виду. Но вот изнутри были точечно много, 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 много разных моментов. Как претензий. Да, какие-то моменты, где-то какие-то манипуляции, где-то вот меня не понимают, не слышат. Вот что-то я везде делаю не так, одеваюсь не так, веду себя не так. Подмена ролей, где ты уже переходишь в режим взрослого над родителем. Это мне тоже пришлось пройти все эти этапы. И то восприятие, которое у меня зашито было в детстве, о моей семье, о деревне, из которой я родом, она очень маленькая, это коровьи лепешки, это корова, это свиньи были у нас, это дорога в школу через кладбище. Мое восприятие в детстве всего того, что происходит, было вообще не радужным. Мое лицо начало выражать улыбку только вот, наверное, за последние два года проработок. Я именно чувствую внутри эту радость, и тогда лицо улыбается. Мне очень важно было, что-то дошло изнутри. И, конечно, сейчас, когда мое лицо само улыбается, мне поначалу мышцы болели. То есть они разрабатывались под эту улыбку. Это вот только вот 30 годам случилось, именно благодаря вопросам к себе внутренним. И благодаря тому, что я понимала, что я так дальше не хочу. Упомянула про подмену ролей с родителями, когда ты становишься как бы родителем для своих родителей, вырастая, начиная зарабатывать кратно больше, чем, допустим, они вообще за всю жизнь. То есть, может быть, когда таких возможностей не имели. Я знаю, что у тебя есть совет о том, как даже помогая финансово родителям выстроить грамотные эти отношения, чтобы не становиться для них старшим членом семьи, а оставаться любимой дочерью. И они твои родители, а не ты их, хотя ты зарабатываешь больше. Нам в голову сейчас рынок саморазвития всаживает вот эту вот штуку, что родителям нельзя помогать. Я категорически не согласна с этим. Вы им ничего не должны. И это вы подменяете роли. И тогда вы становитесь на место родителя. И тогда у вас не будет отношений. Я когда это слышу, мне очень грустно и больно, когда вот так вот, зная, какие пенсии, какие деньги выплачиваются. Я считаю это даже не обязанностью, а закономерным течением жизни. Мои родители, слава богу, сильны еще, дееспособны, и они крепкая, хорошая семья, самодостаточная сами по себе. Но я абсолютно в полной готовности принять ситуацию, что когда-то им может понадобиться моя помощь, я с удовольствием буду это делать. И для меня тоже это никогда не было тем, о чем бы я задумывалась. У меня было такое, что вот благодаря как раз вот этой извне информации меня колбасило внутренне. Я цепляла вот эти состояния, что я выше, и в общении тоже это чувствовалось, когда мама ко мне как будто вот как снизу разговаривала. И мне это было больно. И я выстроила отношения так, чтобы мы про деньги практически вообще никак не разговаривали. У меня есть фиксированная дата перевода денежных средств, я знаю сколько и когда. И мы про это не говорим, мы разговариваем о жизни. И вот как раз о чем говорить, поначалу мне было сложно вот состыковаться с мамой, о чем разговаривать, потому что у нее свои интересы и свой возраст уже. А у меня свое, и ей рассказывать, смотри, многие вещи ей просто непонятны. клиенты, проработки, какие-то вот дела такие, делаю странные, непонятные, хотя она меня слушает, понимает, что вот первое, наверное, что бы я хотела всем сказать, на удивление родители, понимающие, умные, и они все прекрасно понимают. Даже если они терминологию, они знают какую-то современную? Иногда мы привыкаем к тому, что вот они не разбираются, они не поймут, когда вот ты начинаешь с ними делиться, им интересно о тебе знать, о твоей жизни, значит, они готовы тебя слушать. Да, мы не говорим про тяжелые случаи, когда вот сложные прям отношения, но в целом прикольно с мамой чем-то делиться, что не получается, что получается, вот там с этим сложности, с этим сложности. И, конечно, у меня еще процесс идет, то есть я хочу, чтобы отношения были еще лучше, сейчас сильно лучше, чем было раньше, меня перестало так вот от всего дергать, я очень чувствительный, восприимчивый человек, и даже к интонации я придираюсь. Я в детстве нацепляла вот как раз многие травмы благодаря интонации, не той, что вот оно могло быть сказано с ненавистью, там с чем-то таким, я почувствовала. Не думайте, что родители не поймут, они прекрасно понимают? Да, если все нормально, в принципе, можно начать, вы попробуйте. Как раз я начала, наверное, вот это все сближение через то, что попросила маму делиться всем, и она мне дала добро, но это все как благословение. А это что-то такое по чувствам прикольное, благословение. Слушай, классно, вот она и пошаговая инструкция попросить благословения, разрешения, если хотите так, позволения, да, на то, чтобы делиться, открываться, и вам самим станет легче. Дальше, допустить мысль, что ваша мама, ваш папа, ваши родители могут и хотят вас понять, услышать, даже если вы в какой-то современной сфере работаете, криптовалютой занимается, и понятно, что они, повторюсь, терминологию могут не разбираться, но это совершенно не значит, что они не хотят прочувствовать процессы. Дальше, хотите помогать, помогайте, просто не нужно деньги делать культом, не нужно про это говорить, установите дату, объем, и это просто само собой естественный поток, которого вы никак вообще вербально не касаетесь. Вот три пункта вы назвали. Здесь вообще не надо вспомнить, кто такие ваши родители, что они подарили вам жизнь, и что это первые люди на земле, которых надо ценить, и через родителей мы принимаем себя, вот это вот наше пресловутое, как полюбить себя, полюбите, почините поток любви к родителям, что вы можете принимать эту любовь, адекватно принимать ее, не реагировать там как-то остро от них. В каком виде она идет, в таком идет, в таком и принимайте. Значит, вам нужна такая любовь. И если от вас, то тоже вот в своей форме, как можете, как чувствуете, не надо себя заставлять, это делать, такого быть не должно. И именно, когда вот эти процессы выстроены, происходит то самое ценность себя, уверенность, любовь к себе, если вот там все налажено и отлажено. Женя, так приятно слышать, ты вот все равно, молодая, красивая, успешная женщина, но ты говоришь очень мудрые вещи, до которых иногда люди доходят гораздо позже, и это очень печально. Спасибо большое, что это озвучиваешь. У тебя история со сменой фамилии. Ты развелась, и мы сейчас поговорим, почему, это сильно меня вопрос не третит, почему после развода, я знаю, что девчонки, они по себе знают, и в своем окружении видят такие примеры, что называется выстреливает, да, женщина выстреливает, расцветает, переходит на какой-то новый уровень, находит новую работу, или кто-то делает себе точенную великолепную фигуру, то есть, почему ты не могла всем этим заниматься, будучи в браке и так далее, почему-то таким спусковым крючком становится, и ты сменила фамилию обратно на девичью, то есть, фамилию твоего рода, твоего отца. Начнем с бывшего мужа, мы были вместе 12 лет в отношениях, это были первые мои отношения, и я не планировала когда-либо что-либо менять, и это была прям искренняя настоящая любовь, и вот ради него я поехала в Москву, полетела, будучи на очке, учась в институте, договорилась с институтом, я им делаю сайт в подарок, и лечу за ним, это прям вот такая любовь на вот этих вот всех эмоциях и чувствах была, к нему был вот естественный интерес, восхищение, я вот как подцепилась, как к нему реально вот была за мужем, когда вот есть отец, и мы вот за ним, и тут как за мужчиной, у нас с ним очень хорошие были именно как дружеские отношения, как родство душ, нас на этих пропусках везде, как брата и сестру, да, так брата и сестру идентифицировали, и это реально были как братско-сестринские отношения, и мы сейчас сохранили хорошие отношения, общаемся, то есть вообще не было ссор, именно с благодарностью были оба, оба как-то вот интуитивно поступили по-взрослому, и я очень благодарна за вообще вот эти вот все 12 лет, это было для меня вот прям переход на другую ступеньку в своей жизни, и мне кажется, для женщин мужчины это вот очень часто вот такие как локомотивные триггеры, перетаскивание тебя вот на разные площадки, если там даже с мамой поговорить, ее папа как загрузил в другой мир через вот себя, можно сказать, и для меня безусловно он был главным мужчиной в моей жизни, и потом развелись мы, главный вопрос, почему развелись, я отвечаю часто в соцсетях, мы развелись, потому что ему не нравилось, что я ем арбуз ложкой, но вот когда не знаешь, как коротко ответить, так бывает, так случается, принято это было решение до того, даже как я с ним поговорила, сначала внутренне я этот процесс прошла и прожила, то есть ты получается была инициатором, я была инициатором, и у нас был такой договор с ним, что мы делаем каждый год фотосессию на годовщину свадьбы, и в год, когда у нас фотосессия на годовщину не случится, мы скорее всего разведемся, как в воду глядела, я случайно это сказала, и вот так получилось по стечению обстоятельств, что у нас не было фотосессии, и потом вот у нас пошел процесс развода, это не было связано с тем, с чем я занимаюсь или занималась, я понимала, что я хочу как-то по-другому вообще, я хотела другого вида отношений, да, а вы уже настолько скреплены вот эти братско-сестры, с таким дружбой, да, мне вот что-то другое стало интересно, что вот есть еще вот такое-такое-такое, а я это не пробовала, по факту, как ребенок, который хочет во что-то другое еще поиграть. Нельзя было трансформировать те отношения? Пробовала, пыталась, когда эти две волны ни в обе стороны не идут, тогда вот ты пробуешь, 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 потом уровень твоего вклада падает, 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 вот эти ниточки друг к другу, тянущиеся, они рвутся, распадаются, мы на годовщину же свадьбы, следующую как раз, пошли, продали обручальные кольца, сходили на них в ресторан, вкусно покушали, и скинули близким видео, мы разводимся. Вот оно вот так вот все отвалилось друг от друга, как вот эта ниточка, поэтому развелись, пришло время. Смена фамилии, возврат к фамилии твоего рода. Да, как получилось, мы развелись, а он вдруг решил поменять сам фамилию, еще тоже. И я себя чувствовала со старой фамилией, вот ни к селу, ни к городу. То я, где я, я впервые одна. То есть, будучи с родителями, автоматом сразу там, можно сказать, в отношении замуж, и тут я одна, и вот с какой-то ничейной, уже пустой фамилией, я как будто чувствовала себя вот ни к кому, нигде, ни к чему не приткнуто, я не знаю. И вот оно так ощущалось. Я действовала с точки зрения чисто своих ощущений. Именно энергетически мне надо вот к чему-то быть прикрепленной вот здесь, в пространстве даже. Это на самом деле очень важно, и про это нередко говорят наши гости, о том, что, конечно, там, своя некая самостоятельность, вот эта внутренняя основа безусловно есть, но когда ты чувствуешь свои корни, связь с другими людьми, когда включён в какие-то большие системы, это совершенно другое проживание себя. И когда ты получила справку, даже у тебя ещё не сменили фамилию, а временный документ, да, что… Свидетельство о перемене. Я помню, что МФЦ, да, бегу по лестнице, и я читаю обратно Евгения Ашворец, и у меня вот так вот как энергия вот как-то в тело как загружается, начинают течь слёзы, и вот как прикрепление к семье, чувствовать для себя, что ты к чему-то прикреплён и привязан, вот такие были самые ощущения. Вот мы уже в начале беседы говорили, да, когда ты нашёл точное слово для себя, когда ты смысловик, а ты интервьюер, то есть ты находишь для себя формулировку, и твои мышцы, твое тело наливаются кровью, силами, ты чувствуешь эту энергию. Ты меняешь фамилию на фамилию своего рода. Я знаю людей, которые псевдонимы себе выбирали, кардинально менялась жизнь людей. Вот зная и понимая себя, не забывая и помня, кто ты, откуда ты и куда, базовые вопросы, на которые каждый человек должен знать ответы. И когда ты имеешь опору вот эту внутреннюю на себя, то жить в принципе легче, больше удовольствия, больше радости, больше других процессов. В описании к этому видео оставим обязательно социальные сети, можете подписываться, много бесплатной информации, занимайтесь самостоятельной работой по распаковке смыслов. И есть еще телеграм-канал, внутри которого есть для вас подарок. Это анкета распаковки личности. Я хочу, чтобы ты в паре слов буквально рассказала, что это такое. И вот вы следили за нашей беседой, если внимательно поняли, что легких путей, наверное, здесь нет. Это правда очень основательная, серьезная работа. И анкета вроде бы как один документ, который вы должны заполнить, но все равно ты наставишь на том, что это прямо такой серьезный вклад в себя. Расскажи, пожалуйста, про нее. Для меня эта анкета, это как целый тренинг. Пока ее составляла, я проплакала, наверное, тоже часов пять, не меньше, потому что там лично моя тоже информация присутствует. И у меня даже ее тренинговые центры хотели выкупить для себя, потому что очень глубоко. Но есть другая такая штука, которая мне доставляет боль, что тяжело людям сесть за работу с самими собой. Это правда. Гораздо удобнее прийти, чтобы нам кто-то о нас рассказал, но самому вот туда, а там есть и вопросы по теме предназначения, чем себя заниматься, по родителям, больше всего кому откликнулась тема родителей, какого-то глубокого познания себя через работу над собой, то вот эта анкета для вас. Ссылка на телеграм-канал, в котором будет анкета, в описании. Также можете по QR-коду переходить. Для тех, кто смотрит с экранов монитора, сразу телефон навести, и это будет удобно. Жень, я благодарю тебя. Очень интересно, чувственно, лично. И увидимся в следующем выпуске, когда мы будем работать с запросом одной из наших зрительниц. Нам удастся показать твою практическую работу, и далее у нас будет еще одна беседа, поэтому будьте подписаны на канал «Женщины». И эти материалы уже являются входом на самом деле в вашу новую реальность. Просто они доступны для вас всегда. Смотрите сами, пересматривайте, конспектируйте, советуйте подругам. И спасибо, что смотрите. Дорогая, до встречи. Спасибо большое. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!